Православные готовятся к празднику Успения при Святой Богородице. В старину на праздник Успения подводили итоги жатвы хлебов. Пекли пироги из свежей муки, варили пиво, девушки водили хороводы, а парни устраивали кулачные бои. Эти народные забавы возрождаются сегодня на Тамбовщине. В Сосновском селе Отманов-Угол состоялся праздник «Отмановские кулачки». Продолжит Сергей Нишуков. Пока фольклорные коллективы поднимают градус праздника, рядом на спортивных площадках добрые молодцы уже разминаются, готовясь к кулачным боям. Мы тоже принимаем участие в празднике. 300 лет отмановские удальцы состязались здесь в селе Ловкости. Кулачные бои проходили именно на этом лугу. Но народ из деревни перебирался в город. К середине 70-х годов Успенские кулачки сошли на нет. В наши дни инициатива возрождения этой народной забавы принадлежит научно-методическому центру народного творчества и досуга при управлении культурой и архивного дела и Тамбовской федерации традиционного рукопашного боя. После десятилетий забвения восстановить древние обычаи не так-то просто. Ясно, что дрались с деревню на деревню, один конец села на другой, и все же, чтобы разобраться, необходима помощь старожилов. Сначала маленькие дрались, потом повзрослее повыше, потом еще выше повзрослее, а потом уже взрослые. Взрослые-то уже приходили уже часов шесть, вот так вот. Были очень бои, очень сильные бои были, мужики дрались. Как у нас такие были. Гурнович, Вожжуня, Колчак. Не всем нравятся кулачные бои, но они были необходимы в древности, нужны и сейчас. Кулачки – это разрядка послелетней страды, это снятие стрессов и нормальное мужское общение. Ну, какая тут дружба, если до этого не подрались. Еще одно русское национальное состязание – борьба за вороток. В нем участвуют борцы из Тамбова и Мичуринска, Первомайского района и Сосновки. Отмановские кулачки становятся популярными. В них принял участие и стал абсолютно победителем мастер спорта международного класса из Москвы Максим Неганов. Никто еще в России не смог одолеть его в народных единоборствах. Когда меня приглашают, я никогда не отказываю, потому что всегда на этих соревнованиях присутствуют спортсмены, которые с кем хочешь соревноваться, нужно соревноваться. И слава богу, грубо говоря, меня пока никто не побеждает, но все равно всегда есть какая-то конкуренция. Апогей праздника – это тот самый массовый, пришедший к нам из древности бой стенка на стенку, где можно и себя показать, и от других увесистых тумаков получить. Так и воспитывались настоящие мужики и защитники Отечества. Русские люди очень добрые и мирные, очень толерантный народ. Но народная мудрость гласит, что добро должно быть с кулаками. Вот Иван, кулачный боец. Видите, какие большие кулаки? Ну это так, на всякий случай. Мало ли, что в жизни может случиться. Сергей Нишуков, Александр Потапов, Александр Кобзарев. Область новостей.